Как вам видео с разборами матчей от Артёма Ежелока? Артём, топ! На тренер-то дело говорит! Всем привет! Меня зовут Артём, и вы на очередном Ежа-обзоре, который так приятно снимать этой весной. Локомотив одержал очередную очень классную победу над Химками, и это совершенно точно повод поставить лайк обзору и подписаться на канал. Представляете, сколько еще всего интересного здесь будет с такой игрой любимого клуба? После победы в первом матче весны российской премьер-лиги над Ростовом Локомотив выиграл еще 4 раза, однако уверенными и однозначными те победы назвать было ну никак нельзя. Ахмат обыграли в девятером, с Краснодаром получилась суперволевая победа после 0-2 в первом тайме. С Иренбургом и Нижним Новгородом удалось реализовать практически все, что создали, при этом и у соперников были опасные моменты, которые вполне могли перевернуть ход игры. В общем, 16 очков в 7 играх результат более чем достойный, но душа-то требовала какой-нибудь спокойной победки, где не хватаешься за сердце от многочисленных подходов к нашей штрафной, где победа не зависит от того, попадет ли Глушенков с 25 метров в самую девятку с левой ноги. Ну и на 0 уже хотелось сыграть, а то вместе с кубком этой весной мы сыграли 10 матчей, и только один раз удалось уйти сухими на выезде в Грозном, и ту победу ну никак не назовешь спокойной. У нас сейчас в принципе начался отрезок, в котором локомотивы будут противостоять клубы, находящиеся в плохой форме. Сочи после отставки Бердыева, Крылья, которые в 9 последних матчах одержали всего одну победу как раз над тем бердыевским Сочи, Факел, уволивший Пятибратова, и Динамо, который в день своего столетия этому самому Пятибратову решил проиграть. Ну и в конце, уже в 30-м туре, на закусочку наша любимая Торпеда. После тройника Зенит Оренбург ЦСКА выглядит ну куда как попроще, правда? В этих матчах можно набрать даже 15 очков, если подойти к играм максимально собрано и сконцентрировано, и не думать о том, что ты уже победил еще до стартового свистка. До игры я метался между двумя ощущениями. С одной стороны, локомотив внезапно закрылся на все пуговицы, и даже минимальных каких-то кадров с тренировок не показывал, хотя после нечистой СК можно было бы немного уже и подрасслабиться. С другой стороны, сейчас локомотиву поется очень много дифирамбов за результаты, которые локомотив показывает весной, но при этом мне не кажется, что мы сейчас способны абсолютно любую команду из нижней части таблицы переехать на классе. И вполне возможно, что игроки поверят в свою собственную исключительность, и к матчу с Химками, и к матчу с Сочи, с Факелом, с Торпедо будут подходить вот с такой вот расслабленностью в движениях. Но при этом пропажа даже какого-то одного ключевого футболиста всю нашу систему игры ломает полностью. Без Дзюба и Лантратова мы проиграли Акрону, без Карпукаса мы были совершенно беспомощны против ЦСКА, так что никакой уверенности в действиях и никакой стабильности в действиях локомотива сейчас нет, и к каждому матчу нужно подходить вот с этой самой повышенной концентрацией. Вот в игре с ЦСКА мы потеряли Сергея Пеняева и Марио Митая, который подменял Пеняева в матче с Оренбургом. Проблема? Ну, есть немного. В матче с ЦСКА я высказывал вопросы к Галактионову на скамейке, остались Антон Миранчук и Рифат Жамалединов. Стоило ли выпускать молодого Митая, если в дерби гораздо более важен опыт, который у Миранчука и Жамалединова есть? Матч с Химками на тот вопрос ответа дать, ну, никак не мог, однако выбор у Галактионов фактически свелся именно вот к этим двум вариантам. Либо Миранчук непосредственно слева на позиции Пеняева, либо налево бы ушел Камано, направо Глушенков, а Рифат Жамалединов остался бы в центре под нападающим. Была еще мизерная такая надежда на то, что Исидор за неделю наберет физическую форму, хотя бы, ну, чтобы тайм сыграть, но лишь мизерная. Галактионов выбрал Антона, и тот поучаствовал в двух голах первого тайма, реализовал пенальти и навесил на голову Барина с углового второй матч подряд. Все как под копирку, все как я рассказывал про матч с Родиной. Про пенальти не смейтесь. В этом сезоне, кроме Антона, к 11-метровой отменке подходили Камано, Дзюба и Глушенков. Не забил никто из них, так что задача для наших футболистов нетривиальная. Однако при всем при этом я вполне понимаю, почему Антон Миранчук практически наверняка не выйдет в старте на следующий матч. Его влияние на игру минимально. В 56-й минуте, на которой Миранчука поменяли, у него было всего 25 передач. Меньше него к этой минуте пасовали только Илья Лантратов и Артем Дзюба. Даже Камано, которого я регулярно ругал в прошлых матчах за выпадание из игры, сделал на одну передачу больше. А ведь это Антон, это лидер команды, которому к тому же доверяют все угловые и все штрафные. Собственно, выход Антона в старте был единственной загадкой этого матча. Все остальные позиции стабилизировались и меняются только в случае травм и дисквалификаций. Это тоже правильно. Чем больше матчей ребята проведут друг с другом сейчас, тем проще им будет в следующем сезоне. Первый тайм Локомотив провел довольно расслабленно. Может быть я, конечно, надумываю, но некая вальяжность в действиях игроков скользила. Антон на расслабоне играет уже давно, но и у других футболистов чувствовалась расконцентрация. Пас на 5 метров и мимо. Недостаточно сильно или просто не туда. А с командами Талалаева нельзя не туда. У них пока есть силы, они набрасываются втроем, в четвером, в пятером, мяч отбирают и проводят свою контратаку. Стиль у них такой. Вот и по традиции этой весны первый момент матча оказался именно у наших ворот. И снова вспоминаем, как же здорово, что мы бросили эксперименты и просто взяли зимой Лантратова. Было три ключевых эпизода в матче, когда Химки могли что-то перевернуть. Если бы забили первыми, Андраде классно бил с разворота, но Илья отбил. Если бы сравняли счет при 2-1, тогда Лантратов спас после удара головой где-то с пары метров. И если бы Долгов сравнял при счете 1-1. Но проклятие бывших не сработало и мяч полетел в штангу. Ну а может быть проклятие бывших сработало для Химок. Лантратов же именно оттуда к нам перешел. Футбол сослагательного наклонения не терпит. Поэтому просто порадуемся, что ничего из этого не случилось и то, что Лантратов был у нас в воротах в этом матче. Локомотиву отчаянно не хватало скорости и точности в передачах, по крайней мере в первом тайме. Химки в первые полчаса первого тайма и первые 20 минут второго тайма были очень активны в отборе. И это приносило им какое-то подобие атак после отборов. Правда, стоит отметить, что и Локомотив в этом матче использовал высокий прессинг. И много мячей удавалось отбирать еще на чужой половине поля. Есть такой показатель продвинутой статистики, как ППДА. Количество передач, которое позволяет сделать команда, прежде чем вступить в защищающееся действие. Чем цифра меньше, тем прессинг активнее. Так вот, активнее Локомотива в этом туре в прессинг вступал только Оренбург. А Химки по этому показателю четвертый. Кроме Локомотива Оренбурга, они еще пропустили вперед себя Динамо. Футбол был очень интенсивный, но проблема такой интенсивности, и мы сами в этом прошлом году очень часто убеждались, в большой энергозатратности. У тебя должны быть или роботы, которые способны бегать по 90 минут туда-сюда, либо адекватные замены на скамейке. У Химок таких замен не нашлось, хотя один гол они отквитать смогли. И снова флешбеки из матча с ЦСКА. Опорник соперника абсолютно никем не прикрытый, просто отдает передачу через все поле за спину защитников. Макеев, в отличие от Митая, фалить не стал. Благо, счет был уже 2-0, и пропустить один гол было куда менее страшно, чем заработать вторую желтую карточку Макееву, пропустить еще и следующий матч. Учитывая, что на скамейке в который раз отсутствовали центральные защитники, терять еще одного по дисквалификации, ну, точно было хуже. Но тенденция самая по себе, то, что опорник соперника отдает передачу за спину защитникам, она не самая приятная. Да и маханий мимо мяча ногой от Макеева в этом сезоне мы уже насмотрелись. Помните, как я говорил, что мне очень нравится Галактионов, что он, конечно, допускает ошибки, но на ошибках своих непременно учится. И больше уже этих самых ошибок не допускает. При счете 5-1 за 10 минут до конца матча Галактионов берет и снимает Макеева с игры, опускает в защиту Дмитрия Баринова, а в центр поля выпускает Щетинина. Зачем нам дополнительный риск с возможной второй желтой Макееву? Правильно, нам этот ненужный риск нахер не нужен. Не только линия обороны, да, потому что очень много желтых мы получили, да, и, конечно, бы определенная тревога была, поэтому и определенная перестановка, чтобы к следующей игре Макеев у нас, так скажем, подошел с драйвей, да, поэтому мы перезвели туда Баринова и выпустили молодого Щетинина. Дмитрий Баринов получил свою желтую карточку уже через минуту после того, как переместился на позицию центрального защитника. Галактионов молодец. К счастью, Локомотив входит в тот период, когда у нас есть кого выпускать на замены. Антона Мирончука заменил Рефаджа Маледдинов. Вместо Дзюбы и Глушенкова вышли Исидор и Игнатьев. То есть вышел парень, который может отправлять мяч за спину уставшим игрокам Химок и два парня, которые могут под эти самые передачи открываться и убегать. Фаталити. Хотя убежать за спину удалось и Камано с Дзюбы еще до замен, благо Хубулов нам уже не в первый раз помогает в этом сезоне своими абсурдными действиями на поле. Помните этот потрясающий пенальти на Жвоглядве? Конечно, не помните, стерли себе уже память, наверное, про первую половину сезона и правильно сделали. Но я напомню. В этот раз он решил вывести из игры Лысцова и Дзюба остался один на один с Митрюшкиным. Очередной дубль Дзюбы и приятные эмоции от него после матча. Затем, как Дзюба кайфует от футбола, наблюдать очень приятно, хотя сказать, что он провел какой-то выдающийся матч я не могу. Есть ощущение, что отсутствие предсезонки дает о себе знать и свежесть, которая у него была еще месяц назад в первых матчах, уже ушла. Как-то грузно многие элементы исполняет. Но, как видим, и этого хватает против таких команд, как Химки. Честно, я сейчас играю, кайфую, просто получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли и спасибо болельщикам, что пришли. А концовка матча – это уже Бенефис и Сидора. Удар, после которого Игнатьев добивает мяч в сетку. Гол после эстетской игры пяткой и самоличного добивания. А Лаверды и Рефату, хотя тот мог прокатывать мяч еще дальше налево, посмотрите, сколько там свободных игроков Локомотива, но решил ударить самостоятельно. Ну и блестящий навес на эти князианы, едва не сделавший счет 6-1. 18 минут на все про все. В такой блестящей форме Сидор, пожалуй, не был даже в самом начале своей Локомотивской карьеры. Скорее бы уже поправился, и чтобы его хватало больше, чем на 20 минут. Локомотив обыграл Химки четыре раза за сезон с четырьмя разными главными тренерами. 14 голов забито, один пропущен. После этого матча Локомотив вышел в ноль по забитым пропущенным голам в чемпионате. 42 забито, 42 пропущено. При этом из 42 голов нами забитых, 19, почти половина, была забита в ворота Оренбурга и Химок. Всего двух команд. Минутка бесполезной статистики, но наводит на довольно грустные мысли. Имея плюс 16 от Химок и Оренбурга, мы все равно лишь в нуле по забитым пропущенным мячам. Насколько же плохо мы провели прошлую стадию чемпионата. Но надеюсь, что уже через неделю в матче с Сочи у нас будут все шансы наконец-то выйти в плюс по разнице забитых пропущенных. Такого с нами в этом сезоне еще не было. Сочи команда сильная, но изрядно разболтанная лихорадочной сменой концепции. У нас перед ними должок 0-4 первого круга были, пожалуй, самыми обидными. Не помню, говорили ли комментаторы о том, что счет не по игре, но какая же шляпа она в том матче залетала в ворота, я просто поражаюсь. А Петриню при этом в пустые ворота там с 7 метров не попадал. Если у команды будут какие-то проблемы с настроем на матч Сочи, я бы показал им хайлайты первой игры. Сам я их смотреть, конечно, не буду. Ну и если честно, то сказать еще что-то про матч с симками мне больше нечего. Так что за этим прощаюсь. С вами был Тим. Пока.